Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Сегодня мы говорим о событиях 20, да в общем-то, может быть, даже и 200, и 500 лет недавности. Мы говорим о феномене Бориса Ельцина и о том, вообще, какие были правители в России, как Ельцин вписывается в череду правителей русской истории. И у нас для этого есть прекрасный повод и прекрасная книга на столе. В гостях сегодня в Москве оказался профессор Гарвардского университета Тимоти Колтон, который недавно издал биографию Бориса Ельцина, которая сейчас была издана на русском. Вот я вижу, когда она в этом году вышла, 2013 год, да, калибри азбука «Атикос», только что на английском в 2011 году она была издана, да? Нет, раньше, это было в 2008 году. А, в 2008 году. Так что сейчас она, через 5 лет она переведена на русский, и я думаю, что это очень хороший повод поговорить не только о феномене Бориса Ельцина, о котором мы в нашем эфире уже говорили не раз, в том числе с автором его русской биографии «Для жизни замечательных людей» Минаевым, да, был у нас тоже в гостях, но вообще о том, как историк, американец Колтон смотрит на Ельцина в череде российских правителей, какой он воспроизводит тип российской власти. Тема тебе, первый вопрос, почему именно Ельцин, вот из всего, так сказать, обилия возможностей российских правителей, для вас не существовало проблемы выбора, про кого писать биографию? Нет, потому что меня интересовал именно Ельцин, Варис Николаевич. Чем он был вам интересен? Как, может быть, русский какой-то типаж? Есть русскость, но есть тоже парадокс. Как мы можем понимать то, что человек внутри системы, член номенклатуры, партийный работник, первый секретарь обкома и так далее, кандидат в члены полубюро, может стать, ну, скажем, разрушителем системы? И это еще трудно понять, даже через, ну, спустя 25 лет. То есть, да, человек абсолютно системный, становится изнутри агентом перемен, да, ни внешний, ни лех валенца, который разрушает Польшу. Да, да, это не рабочий на станке, это первый секретарь, горкома. Да, в самом деле, действительно, парадокс большой. А вот в этом он вам не напоминает, вот в этой вот невероятной жажде перемен и страстью менять все вокруг себя. Он не является таким, может быть, более западным, что ли, типом, чем русским? Ну, скажем так, я вот спросил, такой self-made man, с одной стороны, и с другой стороны, да, человек, сделавший себя, и с другой стороны, человек, так сказать, четко ставящий цели и достигающий. Ну, смотрите, в Америке Ельцин мог бы быть политиком? Вы видите Ельцина как американского политика, он бы мог сделать карьеру в Америке? Вполне возможно, да. Ну, в Америке он не мог бы стать партийным работником. Прямо в политику, в большую политику, да, потому что он имел такие таланты, общение с людьми, речи и так далее. Ну, такой карьеры, как партийный работник, у нас не существует просто. Ну, а, в принципе, по его политическому, по складу его характера, по темпераменту, по, так сказать, умению разбираться в кризисных ситуациях, он мог бы быть американским политиком? По публичности? Я бы сказал, что да, да. У нас тоже есть кризисы. Ельцин для вас больше разрушитель или созидатель? Ну, и то, и другое. Ну, для того, чтобы создать что-то новое здесь, надо было сначала разрушить. Но я... Вы знаете, он избегал слова революция. Он не хотел описать то, что он делал словом революции. Почему? Потому что я считаю, что он болелся повторения 17-го года. Я не говорю, что он был историком, и что он знал и понимал все подробности, но он не хотел крови, и он понимал, что надо разрушить, но до какого-то предела. После этого надо создать что-то новое, конструктивное, позитивное. Вот интересно, мне кажется, что на протяжении 20-го века после Ленина все наши правители боятся революции. Больше всего. Может быть, да. Но Горбачёв использовал это, этим словом. Свободно. Ну, да. Но скорее не революция, а как прилагательное, революционное. Да, революционное мышление, революционное движение. Как само слово революцию он все-таки не использовал. Но уж и сейчас-то, конечно, тем более. Слово революция одно из самых, так скажем, ругательных в лексиконе власти. Интересно, да. Это как национализм. Это тоже такое слово. Но все же, Ельцин был революционер? Нет. Я бы сказал, что он был реформатором. Но с деталом, что надо было сначала разрушить. Но я не считаю, что он видел себя как революционером. Но по факту, то, что произошло в 1991 году, было революцией? Вот сейчас, глядя уже таким взглядом системного историка, глядя на мировую историю революции. Это была революция? Ну, это может быть игра со словами, да. Я бы сказал, что да. То, что произошло в вашей стране, начиная с 1985 года, это действительно революция. То, что произошло в августе 1991 года, может быть, это переворот или это очень важный случай, но не революция как таковая. Потому что есть такая точка зрения, что, собственно, 1991 и затем, в конце концов, 1993 год, октябрь 1993 года, это завершение того, где мы остановились в феврале 1917 года. Это буржуазно-демократическая революция, которую прервали большевики на 70 лет. И затем мы продолжили. Как вы считаете, можно ли это назвать такой буржуазной революцией? Без буржуазии? Ну, буржуазия, место буржуазии здесь играла национальная элита и номенклатура, да, как владельцы основного ресурса. И затем эта номенклатура конвертировалась в новую буржуазию. А, вы имеете в виду экономические системы и так далее. Ну, все равно же в результате этой революции утвердился в России капитализм. Так что революция в этом смысле была буржуазной. Ну, правда, у вас есть капитализм теперь. По-своему, но это рыночная экономика. И Елтин, ну, он приветствовал рынок, но, конечно, не имел опыта жизни при такой системе. Но он понимал, что нужна экономическая свобода. Люди должны иметь право делать, что хотят. Если они приобретают собственность, то это тоже хорошо. Раньше мы были против этого, теперь надо думать по-новому. Насколько, по-вашему, был неизбежен распад СССР? Ну, вообще, я не верю в теорию неизбежности. Я не считаю, что распад в такой форме был неизбежен. Ну, хорошо, назовем объективен. Насколько объективен был распад СССР? Подготовлен всей, так скажем, деволюцией Советского Союза? Ну, может быть, возможно было избегать такую судьбу, если руководство страны приняло сначала китайский модел развития. Но это было исключено. И раз Горбачев открыл коробок Пандоры, да, ящик Пандоры, то это было, я не бы сказал, неизбежно, но кризис был неизбежен. Это ясно. И, конечно, Советский Союз был, это было коммунистическое государство, но тоже по-своему империя. И распад империи случился везде. То есть это история 20 века, все империи рухнули. Да, да. Так что, ну да, в этом смысле, как распад последней империи, распад Советского Союза был, в общем-то, исторически закономерен. Да, Елтин тоже это понимал, и он говорил об этом не часто публично, но он даже писал несколько сотни слов об этом в мемуарах. О распаде империи. Да, да. Ну, он вообще в этом смысле мыслил, мне кажется, очень реалистично. У него засознание, хотя он и был и советским человеком, и партийным аппаратчиком, оно у него было не идеологизировано. То есть он мог представить какие-то другие территориальные форматы существования России. Россия без империи, и даже Россия как страны типа конфедерации, да, раз такой полураспавшейся России, как он сказал, регионам, так сказать, берите сколько суверенитета, сколько вы захотите взять. Да. Вот как вы думаете, он в этом смысле был чутким человеком? Он реагировал адекватно на некие вызовы времени? В этом отношении я бы сказал, да. Единственный способ сохранять империю в 1991 году, это было через войны, насилие. Да. И он этого очень хотел. Он был человек, не склонный к насилию, к применению военной силы? Ну, он начал не одну, но две войны в северном Кавказе. Есть, конечно, был конфликт с съездом 20 лет тому назад. Нет, но он он не был против использования силы в целом. но я считаю, что он думал, что попытка сохранять империю насилием была бесполезной. То есть войны без конца. То есть советская Югославия. Да. И не забудьте, что Югославия распала как государство именно в 91-м году. И он это видел своими глазами. Ну, да. В этом смысле можно сказать, что Ельцин путем такого достаточно решительного и подписания Беловежского соглашения, и решительного поведения с регионами, он предотвратил более жесткие сценарии распада. Да. Я в этом полностью уверен. то, что удалось сохранить на контроль над ядерным оружием. Это не мелкий детал. То есть Беловежское соглашение фактически было меньше зол. Лesser evil. Как вы считаете? Ну, для кого? Для русских? Да, для России как государства. Потому что если попытка сохранить союз в этой ситуации могла бы обернуться еще более тяжелой. Да, да. И Елтин хотел концентрироваться, обращать внимание на внутренние реформы внутри России. В России. И он даже пытался начать реформы экономические до распада империи. то есть знаменитая речь о шок терапии в конце октября 1991 года. Габачев еще сидел в Крымне. Ну да, Ельцин уже планировал. Да. Что вы считаете, что вы могли бы назвать как главные ошибки, просчеты Ельцина? Ну, процесс приватизации, как это было сделано, это было ошибочно, по-моему. Есть, конечно, тоже вопрос о преемнике. он выбрал Путина, Путин сначала делал то, что Ельцин имел в виду, потом новый курс. Все здесь зависит от вашей, конечно, точки зрения. Ваша точка зрения здесь не с точки зрения российского наблюдателя, а с точки зрения внешнего американского наблюдателя. Выбор Путина был просчетом Ельцина? Или в той ситуации он не мог предположить, как обернется дальнейшее развитие? Ну, выбор Путина при условии очень слабых сдержек исполнителей власти. Ну, это была та же Ельцинская Конституция 1993 года. Да. Им же самим и под него принято. Да, да, точно. Так что в этом смысле это оказалось, в общем, да, он внес достаточно в ситуацию супер президентской республики, был внесен человек, которого он, может быть, недостаточно знал, недостаточно просчитал возможные последствия. Понятно. Какие еще вы можете назвать? Вот приватизация, выбор преемника, что еще? Не приватизация как таковая, но как это было сделано. А, именно как-то что вы имеете в виду? Ваучеры, вот это вот? Ваучеры, это все было PR, но залоговые аукционы. Залоговые аукционы, да. то, что распродажа государственной собственности. и создание раздачи, фактически. и создание нелегативной собственности. создания. Почему вы считаете так произошло? Ельцин так сильно, такой вроде бы кажется сильный независимый человек, сумевший сбросить себя партийные структуры, структуры советского контроля, так попал мощно под действие олигархов, того же Березовского? Березовского был секретарем Совета Безопасности, заместителем семибанкирщина, вот это вот письмо ведущих банкиров за то, чтобы отменить выборы Ельцина в 96-м году. Вы считаете не было у нас такого слишком чрезмерного влияния олигархата на внутреннюю политику? Слишком да, я бы сказал да, но я еще повторяю, что я считаю, что это все преувеличено. Да. То есть Ельцин не несет прямой ответственности за тот олигархический режим, который был создан. Ну это другой вопрос, но задали вопрос о влиянии олигархов. А, их влияние было преувеличено? Да, да. Полагаете? Да. Понятно. Ну что ж, профессор Гарвардского университета Тимоти Колтон, автор биографии Ельцина, у нас сегодня в гостях. Мы продолжим наш разговор после перерыва. И снова добрый вечер программы археологии в студии Сергей Медведев. Сегодня наш гость профессор Гарвардского университета Тимоти Колтон. Говорим мы о феномене Ельцина и вообще о феномене российской власти, как она воспроизводилась и воспроизводится в различных правителях нашего государства. Ельцин, по-вашему, был демократ или автократ? Ну, он был правителем страны, страной. Он не был автократом, он не был диктатором. Сказать, что он был демократом тоже может быть трудно. Но он был человек из старой системы который адаптировался к новым условиям. И он был демократ только в отношении того, что он знал, что в конце концов политическая сила течет от народа. то есть вот это у него было как происхождение суверенитета и происхождение политической силы. не знаю, по крайней мере по тем свидетельствам многочисленные, которые есть, он был очень, так скажем, лоялен, терпим к критике в свой адрес. То есть он слушал чужое мнение, не обязательно с ним соглашался, но он мог принять чужое мнение, отличное от себя, и он в этом отношении как бы не был завистлив и мстителен. Да, правда, но его дочь Татьяна Брисовна мне рассказала один раз, что ему иногда это было трудно, нормальный человек, кто любит критику, но здесь он почти постоянно терпел критику, и он сказал несколько раз, он говорил, что сильный президент, сильный лидер терпит критику, только слабые руководители боятся критики. Ну да, и он в этом отношении воспринимал, скажем, его тоже отношение к программе куклы, которая была на телевидении, уж там как его изображали, как его пародировал Шандерович. Да, Шандерович писал некрологию, или он писал статью о Ельцине после смерти первого президента, и он напоминал этот факт, что может быть, ну ясно, что программа куклы не нравилась Ельцину, это я понимаю, но он исключил попытки закрыт. как вам в этом отношении видится фигура Ельцина в перспективе пятисотлетней, начиная, может быть, с Ивана Грозного, в перспективе, ведь все-таки его часто сравненно называли царем, царь Борис, с Борисом Гудновым, может быть, если слабого царя брать. Он это говорил несколько раз. Вы, как историк, как вы к этому относитесь, использовали ли вы какие-то аналогии в своей книге? Именно Ельцин не как личность, а как персонаж российской истории? Я не историк. Я занимаюсь только текущей политикой. Ну, в данном случае это историческое исследование. Ну, он видел себя безусловно в череде русских правителей. Он любил Кремль, он начал процесс рестабрации дворцов, храмов и так далее. Для него Кремль был важен как место власти. ясно, да, ясно. То есть, он ощущал внутри это, ну, на этом месте преемственность с российским и русским прошлым. Но между империи и постсоветской Россией был, конечно, Советский Союз. И он там и тогда родился и формировался. Он как школьный мальчик читал известную книгу о Петре Первом. Был тоже фильм об этом царе 30-е годы. И он сказал несколько раз, что его герой это Петр Первый, который, очевидно, не был демократом. Но при этом был царем-реформатором, как самая главная фигура царя-реформатора. В отставке Елтин читал, он сказал мне все книги на русском языке о Петре. То есть он видел его своим неким таким духовным предтечей. Да, да. Очень интересно, то, что он именно Петра видел, скажем, не Александра Второго. Но вы знаете, у него в кабинете после первой стройки бывшей палаты Сената есть кабинет вне двери внутреннего кабинета. Там, где президент страны встречается с иностранными лидерами, например. И там есть фигуры четырех царей. Это Петр Первый, это Екатерина Вторая, конечно, Александр Второй и Николай Первый. И Николай Первый. Да. Интересно, да? Ну да, это такие люди, при которых, если брать Николая, Россия достигала вершин своего могущества в Европе. Но с другой стороны, далеко не все здесь реформаторы. Потому что Николай это, конечно, уже период контрреформы. Да, и Александр Второй, конечно, это великий реформатор, и Ельцин это понимал. Да, но с Петром это очень интересно, то, что вы рассказываете. Вот вообще, если говорить, я пытаюсь здесь вписать Ельцина, феномен Ельцина, вообще в структуру российской власти. Вы считаете, в лице Ельцина и за тем, то, что последовало, демократический правитель возможен в России? Может ли российская политея принимать такого правителя с демократической легитимностью? Или России больше нужна монархия? Нет, я считаю, что в вашей стране будет демократия, но когда, я не знаю. Никто не знает. Но это не будет реплика повторенной американской демократии, это нереально. Но Россия после всех этой патрессионной реформ и так далее стала почти богатой страной. Мировой банк в этом году объявил, что Россия стала high-income country. А, то есть мы уже не mid-income country, страна высокого дохода. Да, И в этой группе стран почти все имеют политическое, демократическое, политическое, политическое системе. Исключение это Петро государство. Нефтяное. персидское заливе, есть Сингапур и есть Россия. И это мне предлагает, что час, что время работает в ползу какой-то форме демократии. Ну вот я просто смотрю на, опять-таки здесь как уже как историк, смотрю на различных правителей и различные режимы, которые воспроизвались в российской истории. И мне сложно избавиться от мысли, что у нас воспроизводится некая, ну вот вы знаете, есть у нас понятие русская система. Вот им пользуются наши историки Фурсов и Пивоваров, политолог Лилия Шевцова, которая вам должна быть хорошо известна. Александр Янов тоже. Да, Янов об этом пишет. Вот как вы к этому относитесь, что как бы никаковы бы ни были изгибы истории, век за веком у нас воспроизводится русская система и сейчас она во всем своем, так сказать, блеске и нищете воспроизвелась в режиме Путина. Ну это теория прошлого, не будущего. Но Шевцова, например, она пишет, что старая система воспроизводится, но она не считает, что это неизбежно в будущем. То есть вы не видите здесь некой исторической такой, вы сказали, вы уже не верите в закономерность, в неизбежность историческую, вот проблема колеи, past dependency. У России нет своей колеи. ну есть, конечно, и прошлое всегда влияет на сегодняшний день, но я не говорю, что демократия какая-то неизбежна здесь, но это самый вероятный конец истории, по-моему. вообще как бы самый вероятный для всех исход, вы имеете ввиду, конец истории? Да. То есть что, торжество демократии, торжество либеральной демократии, или в каком смысле конец истории? Не торжество, но создание новой вольной демократической реформы. Но я смотрю, я смотрю, что ваша книга все-таки посвящена Хантингтону. Более они не фукуями в данном смысле. А что тогда вы считаете о возможном конфликте цивилизации Хантингтоновской? Мы понимаем, что это, конечно, были такие достаточно популярные концепции, им уже 25 лет от роду, но тем не менее, учитывая то, что сейчас происходит в международных отношениях. Ну, Хантингтон писал главным образом об отношениях между государствами. И он не исключал, что каждая цивилизация может иметь свою форму правительства или свою политическую систему. Это было главным образом об отношениях между цивилизациями. Так что его прогноз не является таким, так сказать, глобальным. То, что вы не видите в будущем возможность вот этого столкновения цивилизации, подъем сейчас исламской цивилизации, то, что происходит в связи сейчас с арабскими революциями, с Сирией. Ну, это слишком широкий вопрос для меня. Хорошо, давайте вернемся к Ельцину, давайте вернемся к нашей археологической теме. Почему по-вашему в России так расколота память о Ельцине? Почему он такая противоречивая фигура в национальном пантеоне? Ну, почему? Ну, потому что он, ну, наверное, это история надежды, разочарования в том, что произошло. но в этом отношении он отличается от Горбачева, потому что он что-то солидное и положительное действительно создал. и новое российское государство родилось там. Но, конечно, много еще против этого и разочарование тоже очень сильно. Есть вопросы, которые показывают, что после смерти Ельцина, по крайней мере, может быть, 40%, 35-40% россиян видел его в позитивном свете и примерно тоже количество в негативном и все остальные не знали, что думают о Ельцине. Мне кажется, еще проблема в том, что у нас невероятно поляризована и политизована оценка Ельцина. Мы не можем на него взглянуть с исторической перспективы. Скажите, а вот в Америке это тоже так характерно, такая вот поляризация по поводу недавних лидеров, скажем, Рейгана? Я бы сказал, что нет. Но у вас есть очень мало настоящих историй, то я имею в виду книги о ваших лидерах. Например, в России, на мой взгляд, не сдали даже одну хорошую, серьезную книгу о Габачеве. Странно. Может быть, у нас нужно, чтобы человек уже не был с нами, и когда Ельцин ушел, появляются биографии. У нас, вы знаете, в том смысле, очень, конечно, в России очень большие проблемы с исторической памятью, в том, что она очень необъективна, очень субъективна историческая память, очень сильно политизирована. И вот мне кажется, что мы никогда не договоримся, как, скажем, китайцы смогли по поводу Мао, знаете, да, они договорились, что 70% хорошая, 30% плохого. И мы никогда, у нас либо сто и ноль, понимаете, 100% хорошего, ноль плохого про Ельцина, или наоборот, кто-то говорит, что вот развалил державу, наймит американского империализма, ноль процентов хорошего, сто процентов плохого. Да. В самом деле так. Говорим о феномене Ельцина, о феномене российской власти с Тимоти Колтоном, профессором Гарвардского университета, и продолжим после перерыва. И снова добрый вечер. В третьей части нашей передачи, нашего разговора с профессором Гарвардского университета Тимоти Колтоном, поговорим не только о Ельцине, а вообще шире об отношении к России на Западе. Скажите, а как фигура Ельцина воспринимается в Америке сегодня? Вообще, кто-нибудь о нем помнит, говорят? Помнят, конечно, да. Ну, сначала был огромный энтузиазм по Ельцину. Демократ, он строит новую Россию и так далее. Потом тоже разочарование, как здесь. Я помню огромный энтузиазм, я в тот момент учился в Колумбийском университете в Нью-Йорке и приезжал Ельцин в 88-м году, еще в Америке выступал, в 89-м, выступал в Колумбийском университете. Я помню, так сказать, восторженные статьи с некими нотками скепсиса, но в целом очень позитивный в Нью-Йорк Таймс то, что было тогда. Ну, я бы сказал, что американская политическая элита уважает память Ельцина. Ну, как он сказал в представке, я сделал, что мог, это правда. и по сравнению с Путиным у него гораздо более негативный имидж в Вашингтоне. У Ельцина, в смысле, у Путина. Да, у Путина. По сравнению с Ельциным. Но мы еще поговорим об имидже Путина, вообще об имидже современной России. Вообще, вот, скажем, говоря о Вашей специализации, о Russian Studies, о российских исследованиях. Кто-то, сейчас это модная специализация в Америке? Многие ли идут в Russian Studies? Или вот то, что было в 90-х годах, может быть, связанное с Ельциным, такой всплеск интереса, это уже ушло на нет? Это не модно. Это нормальная область, изучение для молодых людей, но это не модно. У нас во время холодной войны было слишком много специалистов по России. Потом Россия стала более-менее нормальной страной. Большая, но не сверхдержава, не суперпавер, и поэтому интерес постепенно пал, но не до уровня нуля, конечно, есть. У нас очень хороший специалист, я читаю много лекций в Гарварде, есть определенный интерес, да, но это не Китай, это даже не Индия, это самое важное европейское государство в эпохе глобализации. Ну да, в общем, в каком-то смысле еще одна страна, с которыми, так сказать, один партнер Америки, но не принципиальный, не главнейший противовес Америки, каковым, наверное, видится Китай, да? Да. В первую очередь. Да. А с чем сегодня Россия ассоциируется больше в США? С чем? Да, с чем или с кем? С чем? Ну, это классическое имиджи представления России как северная страна, как высокая культура, спортсмены, теперь, конечно, нефть, олигархи, Кремль, Путин, ну, такие вещи. Такие примерно вещи. Да. А из последних событий, я не знаю, там, война с Грузией 2008 года, там, Олимпиада, скандалы последних лет какие-то, вот, может быть, там, спусирает, еще что-то. Вот эти вот вещи, они занимают как-то американское общественное мнение? Или об этом упоминается в газетах, но это не получает? Ну, скорее, второе, да. Есть статьи, здесь, есть в Москве, есть бюро, Нью-Йорк Таймс, CNN и так далее, и они всегда есть, есть постоянный, вот, постоянный ракон, новостей из России. Ну, да. Да. Ну, это, это, ну, как бы, вопрос первого ранга. Да, не вопрос первого ранга для общественного. Ну, и вообще, так скажем, внешний мир для среднего американца, если только что-то чрезвычайное не происходит, да, как-то. У нас есть свои проблемы, да. Да. И больше, чем раньше. Это, кстати, не меняется, вот этот вот такой вот здоровый изоляционизм в отношении к внешнему миру, к проблемам внешнего мира в Америке. Ну, есть всегда такая точка зрения у определенного, определенной части населения, и, да, я бы сказал, что эта тенденция усиливается теперь. После двух войн, Ирак, Афганистан, американское население просто устало от этих грузов, как они понимают. Да. И вот эта вот тенденция, что come home America, так сказать, вывод войск и заниматься домашними делами, особенно в связи с тем, что сейчас, да, было, скажем, с федеральным бюджетом, с федеральным правительством, да, да, госдолгом и так далее. Понимаете, вот это вот очень интересно было бы как-то попытаться объяснить многим россиянам, которые до сих пор верят, что Америка, для Америки главной задачей внешней политики является ослабление или расчленение России. Вам приходилось сталкиваться вот с этими вот теориями, что вот за всеми там протестными движениями в России стоит государственный департамент, США и так далее. да, пятая колонна. Конечно, я знаком, да. Что бы вы этим людям сказали, возразили? Что, ну, что это миф. Америка не хочет расчленения России. Это было бы очень опасно для всех. Это нереально. нету, ну, хорошо, не расчленения, но в любом случае ослабление России как геополитического соперника, как возможного соперника на Ближнем Востоке, как соперника в мировой энергетической игре, в энергетическом балансе. Есть ли какие-то силы в США, которые в этом ключе думают и работают? В смысле ослабление России? Есть, да, есть в Вашингтоне, да, есть такие лобби, да. Но политика администрации Обама другая вещь. В чем сейчас заключается политика Обамы в отношении России на настоящий момент? Ну, сейчас это какая-то передышка, по-моему, после перезагрузки и неясно, если будет новый оттепл. Может быть, через война в Сирии может быть, уже дает возможность. То есть, сейчас некое отношение поставлено на паузу, да? Пауза, да. Пауза. Что Вы видите в качестве основных параметров российско-американских отношений? То, на чем мы могли проявить какие-то партнерские связи? связи? к сожалению, у нас очень слабые экономические связи. И в рынке энергии мы скорее соперники, чем партнеры. Ну, главное отношение это по вопросам международной безопасности. Россия в этой сфере еще очень важная и сильная держава, и это будет. В каких областях Вы здесь видите наибольшие возможные точки столкновения или возможность сотрудничества международной безопасности? Ага. Ну, сотрудничество это против исламского экстремизма, это Ближний Восток, это против распространения ядерного оружия и так далее. Есть сейчас в Вашингтоне и шире в Америке силы, которые, ну, как, скажем, это было при Картере, как это было при Клинтоне, при других демократических президентах, говорят о продвижении демократии в России. Или это уже как бы спетая песня, никто об этом сегодня больше не говорит? Ну, говорят, но люди говорят более реалистично, чем в прошлом. И я считаю, что почти все понимают, что только русские, только россияне могут, способны делать этот выбор, не мы. Но может быть, дадим моральную поддержку и так далее, но это выбор для России. А если не только о России говорить, вообще, вот это вот демократия промоушен, продвижение демократии, оно стоит на повестке дня для каких-то других стран в Америке? Ну, в американской элите есть еще большая поддержка для такой программы. Ну, это часть американской политической культуры и американской истории. Но одно дело сказать, да, мы искренне желаем, что Россия станет демократой. Другое дело считать, что мы способны заставить. и мы очевидно не до этого. Меня заставили Ирак, например, стать демократой. Как мы можем заставить Россию? Ирак и Афганистан это два больших разочарования для Америки. Как сейчас на это смотрят? Много жертв, много денег, мало успехов, да. Ну, в принципе, это рассматривается как провал, как failure. Ну, ну, Ирак не полностью провал. И в Афганистане никто не знает, что будет через несколько лет. Ну, в любом случае, даже после вывода войск, там какие-то остаточные остаются американские элементы инфраструктуры и вот это вот контрактор, подрядчики. Если подписать договор, они еще переговаривают. А насколько, учитывая иракский и афганский опыт, насколько вероятна интервенция в Сирии? На настоящий момент? Очень мало вероятно. Ну, настоящий президент это не хочет и общественные мнения не поддерживают идею интервенции. Но если через два, три, четыре года еще продолжается гражданская война в Сирии, то может быть ситуация изменится. Ну, видимо, в зависимости от гуманитарной катастрофы, которая будет или не будет. Беженцы и так далее, да. Ну, это ужасная ситуация, безусловно. И, конечно, эффекты чувствуются вне границ, за границами Сирии. Это Турция, это сам Ирак, это Ливан, по-русски. Ливан. Ливан, это Израиль и так далее. Возвращаясь к российским правителям, какой сейчас образ в Америке Владимира Путина? Ну, есть, конечно, спектр взглядов на Путина. Есть люди, которые его еще поддерживают. раньше было больше таких людей. Вообще, был ли момент, вот сейчас прерву, вы продолжите ваш ответ, был ли момент в Америке, когда, скажем, был энтузиазм большой по поводу Путина? Да, сначала, да. Начало 2000-х, наверное, когда он поддержал Буша после 11 сентября? Да, и даже до этого были американские дипломаты, которые его знали в Петербурге. Там работает американское консульство, и эти люди его уважали. Да, да. И они его считали просвещенным реформатором. И, как вы сказали, он позвонил Бушу после 9-11. 11 сентября. да. Ну, потом более авторитарный подход здесь и прохладненный. Что изменило? Какие были, так скажем, ключевые точки в изменении отношения и элиты, и американцев к Путину? Ключевые события? Ну, трудно сказать. С российской стороны было ясно. Это было с точки зрения Кремня здесь, это было Ирак и оранжевая революция. С нашей стороны не так ясно. Может быть, в некоторой степени арест Ходоковского и ну, разногласия с Путиным во втором сроке. По второму сроку. Меняется ли что-то после третьего срока Путина? Вот сейчас уже последний режим. Да. Последний срок с мая прошлого года. Ну, все наши газеты говорят о кракдауне в репрессиях в России. В репрессиях, да. Насколько это всерьез воспринимает вот эту вот саму риторику репрессий политический класс американской элиты? Насколько повторите? Насколько всерьез американская элита ориентируется на вот эту вот идею репрессии, что происходит репрессии? Насколько они готовы реагировать? Ну, я не знаю, это не проблема номер один, но все смотрят, критикуют. Ну, дело частично в том, что Путин сейчас занимается не только репрессиями, но есть элемент отопления реформ избирательной системы и вполне возможно, что это станет более важным, чем так называемые репрессии. Ну, да, то есть... Об этом обсуждается меньше, конечно. Ну, да, ну, то есть, в любом случае, какой-то жесткой реакции американского политического класса на, так скажем, политический режим, на действия политического режима ожидать не следует. Ну, за исключением того, что вот был акт Магнитского, да, нечто подобное акту Магнитскому следует ожидать, если последуют какие-то дальнейшие... Ну, не исключено. Но акт Магнитского был проект Конгресса, не администрации. Ну, если... И вы видите этого как некое однократное такое действие, которое вряд ли будет иметь повторение? Ну, если речь идет о конкретных действиях, да. И США надо иметь дело с Россией. Невозможно строить забор вокруг такой страны. И теперь президент России является Путин, надо иметь дело с Путином, он лидерство, а не... Ну, да, с тем... Хочешь, не хочешь, но это реальност. Ну, да, с тем лидером, который представляет страну. Да. Глядя на политические воззрения обеих партий американских, какая, по-вашему, более расположена к диалогу с Россией? Демократы, безусловно. Демократы. Да. То есть, в случае республиканского президента, республиканской администрации следует ожидать некого такого... Проходения. Да, охлаждения отношений. Охлаждения. Ну, это зависит в некоторой степени от человека, от президента. Ну, вообще-то так, да. Вы знаете, интересно, что в результате очень часто республиканцы в итоге, там, может быть, на втором сроке республиканский президент, как Рейган в свое время, они оказывают или тот же Буш с Путиным, они находят некую какую-то внутреннюю, да, эманентную... Да, да, да. Look into the eye and the sick soul, Смотрел в глаза и увидел душу. Да. Ну, это было при Рейгане, да, но не при Буше. Отношения между Россией и Америкой сильно ухудили. во втором сроке Буша. Во втором сроке. Ну, понятно. Ну, что ж, вы знаете, Тимоти, говоря с вами и вот передо мной, тоже смотря на книгу, которая лежит передо мной, книга «Биография Ельцина», я понимаю, что вот этот вот человек, хотя он, конечно, невероятно глубоко русский, да, такой русский медведь и такой архетип русского, наверное, как ни один другой наш правитель в 20 веке так не воплощал собой такой русский национальный архетип. Вот, но при всем этом, что мне лично в Ельцине очень дорого, это какая-то невероятная, вот может быть, даже не повысить этого слова, не русская, да, вот как русский обломов, да, а более такая возможность, умение менять обстоятельства вокруг себя. Потому что, вы знаете, антропологи говорят, что есть два типа наций. Есть те нации, которые меняют обстоятельства, и есть те нации, которые приспосабливаются к обстоятельствам. К тем, которые меняют обстоятельства, часто относят англосаксов. К тем, которые приспосабливаются, относят всякие восточные страны и очень часто Россию. Только мне кажется, что Ельц, на котором мы написали вашу книгу, он относился скорее к тому первому типу людей, который доказал, что возможен русский человек, который может менять жизнь, может менять обстоятельства вокруг себя, а не прогибаться под них. Может быть, да. И Путин говорил один раз, что Россия это нация победителей. Елтин был в этом духе победителем и активистом, безусловно, до конца. Спасибо. Это был Тимати Колтон, профессор Гарвардского университета. Это была программа археологии. Я Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи.